На данный момент Warcraft 3 Reforged находится в бете, соответственно много еще не готово, но потому что уже есть, мы можем получить общее впечатление о том, как игра выглядит и как она собирается работать и чем она будет нас удивлять. На данный момент все очень красиво выглядит, модельки прекрасные и по серии роликов, которые я сделал, где мы смотрели модельки из компании Warcraft 3 Reforged, можно понять, что все сделано на высшем уровне. Но при этом еще многое предстоит сделать, например, ночных эльфов, их банально нету, еще нету новых моделек. Но в этом ролике я вам покажу новые анимации ночных эльфов после того, как мы посмотрим все остальные модельки нейтральные, которые мне показались красивыми и интересными для сравнения или для демонстрации. Не все, понятное дело, будет, но их будет достаточно много. Для начала самые главные модельки, которые есть в игре, это, конечно же, так называемые критеры на английском, нейтральные существа, которые просто бегают по карте. Для козуалов, которые только проходили кампанию, они известны тем, что по ним можно много раз нажимать и они взорвутся. В синглплеере это действительно так работает и я более чем уверен, что в Reforged эта фишка останется. Но в мультиплеере эта штука никогда не работала, кстати, к сожалению. Но пингвин милый, это правда, и морж. А вот свиньяка это злая, посмотрите на эту ненависть просто в ее глазах. Ну да ладно. Также сразу же хочется обратить внимание на самых злобных существ вообще, которые есть в игре. Как мне кажется, лично это драконы. Все они довольно уникальны в плане своего внешнего вида, имеются в виду по цветам. То есть я тут взял всех драконов, которые есть, красные, желтые, как видите, разные у них рога, разные крылья у них достаточно, не похожи друг на друга. Тела разные, то есть попытались сделать всех уникальными. И это чертовски круто и показывает, насколько все-таки разработчики стараются. Это, например, дракон пустоты. Если я не ошибаюсь, в классическом Варкрафте это был всего лишь с густой энергии, а тут, пожалуйста, смотрите, у него уже есть тело, что круто. Ну и при этом он еще сильно отличается от всех драконов, как вы можете понять. Начнем с ледяного биома, с тускаров. Ребята, одни из самых моих любимых вообще, потому что я их просто обожаю. Такие племя пузанов, которые прославились своими усами, ну, по крайней мере, визуально чисто. И выглядят все очень круто. При этом каждый детализирован и у каждого есть какая-то своя уникальная фишка. То есть бороды или усы у всех разные. Или разного цвета, или разной формы. У всех разное оружие. Вождь вообще супер жесткий. Правда, на русском они называются клыкары. Мне надо будет долго переучиться, потому что я привык называть их тускарами. По аналогии из доты, да и в оригинале они называются также тускары. Родственники драконов. Это дракониды. Тоже попытались их сделать разными. Хоть и учитывая комплектацию их тела, сделать это достаточно сложно. Но в любом случае попытались. У всех разное оружие. Немного отличается броня, расцветка и так далее. Вождь тоже очень большой и страшный. Броня у него есть практически везде, где только можно. Дальше это магнотавры. Магнусы из доты. Я думаю, какую-то модель из этого будут использовать для этого героя в дотарифорст. Которая однозначно будет. И которую очень много людей ждут, как я понимаю, судя по комментариям. Обязательно мы в нее поиграем, кстати. Не зря же я все-таки во вторую доту много наиграл. Самому интересно на это посмотреть. Всего три модельки магнотавров вообще. Но и в оригинале, видимо, их было не очень много. Если честно, не совсем могу вспомнить. Но по World Editor старому там действительно только всего три модельки вроде как. Опять же, разные клыки, разные бивни, разное оружие. Это вообще какой-то коротенький топор. Такое ощущение, что им просто кидается. Или что-то в таком духе. И, например, самое сладенькое. Это, конечно же, безликие служители древних богов. Про... в оригинальном Warcraft 3 про древних богов вообще толком ничего не говорят. Но, как вы помните, в конце кампании The Frozen Throne Артас воевал с так называемым Забытым. Это такая тварь, которая в самом конце кампании пыталась помешать Артасу с его, так сказать, миссией по прохождению к Ледяному Трону. Просто древние боги очень не хотели, чтобы появился король Лич. Потому что король Лич был их конкурентом и соперником. И, соответственно, они отправили одного из своих, можно сказать, чемпионов или достаточно сильных существ для того, чтобы постановить принца Артаса. Вроде как я не нашел пока что щупальца. Но, в любом случае, новый Забытый выглядит очень интересно и красиво однозначно. А нет, вот, подождите, есть щупальца. Прошу прощения. Все-таки они были. Немного забаганная здесь анимация. Но, в любом случае, можно получить общее впечатление, что детализация достаточно неплохая. Однозначно. Важно понимать, что если еще приблизить очень сильно, то, конечно же, можно заметить такое мыльцо. Но, во-первых, многие модельки просто не готовы. Например, вот этот плохой пример, потому что она не готова. Видите, раскраска лица. Ну, вот, например, да, вот здесь мыло заметно. То есть, полигонов не квадриллион. Но это стратегия, а не шутер. Поэтому сжальтесь над игрой. Если бы здесь была бы супер широкая и супер крутая детализация, то игра просто бы не была бы стабильной достаточно для не особо сильных компьютеров. Вспоминая при этом еще крупные кастомки, где используются тысячи и тысячи моделей. А такие присутствуют в любом случае. Противники и древних богов, и льдейного трона, не рубы, которых осталось уже не так уж и много после событий Warcraft 3. Но при этом они все еще живы и все еще пытаются возродить свою былую империю. Тоже они все такие разные, красивые. Вот это вот король пауков. А это королева. Не, подождите, это не руб провидится. Вот это вот королева пауков, конечно же, королева нерубов. Такая достаточно серьезная дама, по-другому не скажешь. И что любопытно, для сравнения я поставил рядом некра арахнида, которого может строить нежить. Это, по сути, тот же самый неруб, только которого воскресли. Такое ощущение, что он все-таки немного отличается. И рядом также владыка склепа. По сути, анубарак, который выглядит примерно так же, он является тем же самым нерубом, только воскрешенным. Но при этом он, как бы, такое ощущение, что ниже. Видимо, из-за того, что воскресли немного, их воскресили, немного изменился скелет. Ну или что-то в таком духе. Ну что ж, со снежным биомом мы закончили. Можно перейти к классическому. Гновы это одни из тех крипов, которые встречаются чаще всего на любой карте. Как соревновательные, так и нет. В компаниях. Это наш частый друг и товарищ. И сделали их тоже достаточно детализированно. Хотя, если посмотреть, между разными тирами не сильно друг с другом, между друг, друг от друга отличаются. Они такие же по задумке, как и в оригинале. То есть, есть два уровня одних и тех же крипов. Есть между ними отличие. Например, здесь есть наплечник. Немного другая грива. Немного другой арбалет. То есть, незначительное отличие. Здесь то же самое. Есть повязки на глаза. Есть вот эти вот... Наплечник, понятное дело. Ну, в общем, отличие есть, но они незначительные. Дальше гноу-тюремщик. Которого будет сложновато, наверное, отличать непосредственно в бою. Потому что в оригинале он был такой прям очень темно-синий. Знаете, он ярко выделялся на фоне абсолютно всех юнитов. Но теперь, возможно, будет проблема. Но посмотрим, как разработчики вообще будут работать с силуэтами и цветами. Они говорили, что попытаются что-то сделать, чтобы юниты были легко отличаемы. Ну и, наконец-то, гноу-надзиратель. Самый старший и самый главный. Он выделяется в любом случае из-за своей зеленой брони. Которая ярко достаточно высвечивается и в бою и так далее. Но выглядит он, конечно же, очень-очень-очень красиво. Нравится мне, как гноу тут выглядят. И вторые товарищи. Тоже такие слабые крипы. Кобальды. Их всего пять. Их немного. Но любители этой расы могут начинать шутить про не трогай свечу. У этого, мне кажется, только что она горела, когда он решил... Так, подожди. У него есть... Он владеет огненной магией, видимо, или что-то в духе. Так, это одинаково. И вот самый главный. Кобальд-надсмотрщик. Ну, да. Ребята, конечно, никогда не были особо сильными. Но в больших количествах они неприятные. Плюс еще вот этот вот Кобальд-проходник. У него есть пассивное оглушение. И он всегда как заноза в заднице для всех любителей мультиплеера в один на один. Когда он просто не выпускает из оглушения твоего героя, когда ты хочешь его покрепить. Но при этом, опять же, мне не нравится этот момент. То, что Кобальд-проходник, он не особо сильно ярко выделяется на фоне обыкновенного Кобальда. То есть, если присмотреться, можно понять, что он другой. Но просто вот этот вот Кобальд, он в оригинале, в третьем Варкрафте, он был такой оранжевый, такой бурый прямо. И было сразу заметно, кто где. А тут он слабо заметен, можно прозевать. Мне, честно, этот момент не нравится. Это, конечно, мелочи, но тем не менее. Дальше у нас Иглогриф, который встречается в компании Орды с самого начала. Красивые джентльмены и товарищи однозначно. Бристолбэк в дальнейшем в доте All-Stars. Но, один из самых красивых юнитов, как по мне. Мне очень нравятся, как выглядят Иглогрифы. Шикарные. Огры, которые также постоянно будут встречаться игрокам. Их решили сделать уникальными. В оригинале вот эти вот три Огра были просто рискинами одной и той же модельки. Но тут, как вы видите, обыкновенный Огр, он, по сути, такой, как был в оригинале. Огр Громила, которого также можно нанимать как наемника, чуть-чуть его улучшили. У него появилась броня. Он выглядит, на самом деле, куда сильнее, чем является на самом деле. Но при этом все равно клево очень. Огр Мак. Ему и выделили отдельное оружие. То есть, так как он Мак, у него не дзбинка, а посох, что достаточно оригинальное решение. Ну и плюс сам командир Огров. Достаточно серьезный джентльмен. Мощный. Огромный у него пояс. Своя расцветка. Своя броня. Своё оружие. То есть, уникальность присутствует в каждом Огре. Что круто. Кентавры. Которые приняли достаточно важную сюжетную роль в компании Орды. Когда они защищали... Когда они нападали на Тауренов. А Орки пытались защитить своих будущих союзников. Здесь появились женские модельки у кентавров. Кентавры, которые сражаются в дальнем бою, теперь стали представителем прекрасного пола. И учитывая, что это такие кочевники, которые постоянно воюют, это более чем логично и прикольно. Что делает эту расу более разнообразной. На каждом тире юнитов свои улучшения. Как видите, появляются новые детали брони, оружие. Всё в таком духе. Кентавр-чародейка также девушка. А вот хан кентавров, то есть лидер, уже мужчина. Кентавр-ворчиф. Или как он называется? Вараннер. Просто в доте 2. В доте, наверное, просто ворчиф. Или что в таком духе. Выглядит мощно. Безусловно. Очень хорошо. И также в ворот эти 3 есть их новые дома. Шатёры. Детализировано внутри. Даже если вот так вот смотреть. Всё внутри сделано хорошо. Что, конечно же, очень сильно радует. Гарпии. Тоже красивые обольстительницы. Сзади на них посмотреть, как вы видите, из-за хвостов. Но, тем не менее, дамы они хорошие. Особенно королева. Она и в оригинале выглядела вот так вот. Довольно открытый у него был вид. Но здесь и выглядит она совсем шикарно. Ну и плюс их гнезда. Примерно так же самое, как в оригинале, только просто более детализированно. Как и должно быть. Тролли. Есть 3 разных вида троллей. Это зимние, лесные или зелёные. И тёмные. Это зимние. И вообще тролли, они все достаточно однообразны. В том плане, что у них тиры одинаковые и типы юнитов одинаковые. Но при этом всё равно во внешнем виде попытались преследовать какую-то антуражность, чтобы они отличались друг от друга в зависимости от региона. То есть у них разные прически, разная броня. Частично разное оружие. То есть, например, даже вот видите. Это одинаковые... А нет, подождите. Оружие... Ну да, разное. Вот смотрите. Видите? Это одинаковый тир юнитов. У обоих шипастые топоры. Но при этом тут есть значок. Тут нету значка. Здесь значок немного другой. То есть преследуют какую-то уникальность для каждого тролля. Насколько это возможно. В принципе. Совухи. Знакомые очень хорошие по лейроку World of Warcraft. Потому что в них могут превращаться в друиды. В компании и вообще в мультиплеере они не особо часто встречаются. Но при этом моделька существует. Иногда она показывается. Дальше фурболги. Биорны, как в оригинальном Warcraft они называются. Эта штука, конечно, явно недоделанная. Как и вся моделька в целом. Появилась моделька их домов. Такие деревья. Бревна. А где вход? А вот. Или входа нет. Видимо вот это вот. Да, вот видите? Это ручка. Это и есть вход, видимо. Скорее всего. Но я так подозреваю. И ящерицы. Тоже сделали. Пытались. Сделать и как можно более уникальными. И все ящерицы примерно такие. Ну и волчонки. У них очень милая анимация. Там где он начинает бегать за своим хвостом. При этом они мало чем отличаются от волка, который призывает форсир. И у них есть большая проблема. Связанная с вот этими вот наручами. Ну или повязками в этом случае. Потому что это единственный способ как определить чей это волк. И иногда бывает сложно понять чей он. И это касается конечно форсира. И вот, пускай ночных эльфов нету. Но у нас есть моделька чумных древеней. Чумных энтов. И по ним можно примерно понять, как будут выглядеть энты у хранителя рощи. Но не более того. Так. Ну на этом с этими конкретно модельками все. К сожалению, ночных эльфов еще не завезли в бета-версию Warcraft 3 Reforged. Однако это сделают в ближайшее время. Как сказали сами разработчики. На данный момент в World Editor их модельки выглядят, ну так как вы сейчас их видите. То есть старые, только почему-то с каким-то черным оттенком. Если вы разбираетесь в этом всем, даже расскажите в комментариях, почему именно они такие черные. Но при этом работы с обновлением контента уже идут и работают. Как минимум. Иконки все стали новыми. И плюс анимации недавно появились и были обновлены для ночных эльфов. То есть старые модельки используют новые анимации. В этом ролике я хотел бы посмотреть, как это все работает и как это все выглядит. В первую очередь, начав, конечно же, с героев. Например, с хранителя рощи. Мы уже видим, что его аура выглядит совершенно по-другому сравнению с старой. Выглядит просто фантастически. Аура шипов. Она возвращает 30% получаемого урона в ближнем бою. Я просто решил проговорить ее эффект, потому что многие даже этого не знают. Потому что ее так редко качают, что они, возможно, даже забывают. К сожалению, энты тоже старые. Но можно посмотреть, как выглядят корни. И как выглядит ультимативная. Корни выглядят... Нет, корни тоже старые, кстати. На удивление. Но ультимативная точно новая. Вот такой вот эффект. Покой. Она восстанавливает здоровье всем вокруг. Лечение очень красивое. Сам эффект лечения. То есть они светятся, озаряются светом. Сверху какой-то лунный свет или что-то в таком духе. Но выглядит в любом случае очень красиво. Но корни энты пока что, к сожалению, старые. Потому что используются, в первую очередь, какие-то модельки или что-то в таком духе. Но использовать покой или танквилити, как она на английском называется, будет одно удовольствие теперь в боях однозначно. По поводу жрицы, сова у нее... Все еще ее нету, банально. То есть когда ты нажимаешь сову, никто не призывается. Огненные стрелы новые, кстати. Прошу обратить внимание. Смотрите, какие они просто прекрасные. Очень красивые. То есть они какие-то... Не просто стрелы, а такое ощущение, что будто они заряжены магией. Что факт вот так и есть. Ну и ультимативная тоже однозначно новая. Прекрасные стрелы, еще прямо над жрицей какие-то руны летают. Но использовать в бою это заклинание тоже будет одно удовольствие с точки зрения визуального сопровождения. Очень красиво и однозначно поработали многое над тем, что сделать это заклинание ярким и прекрасным. Охотник на демонов. Тоже у него есть несколько активных способностей. К сожалению, его ультимативная пока что не изменилась. Используется старая моделька. Но с другой стороны, однозначно стал по-другому выглядеть огненный плащ. Или огненный жар. Который его окружает. Теперь он не просто как щит выглядит, а немного по-другому. И плюс еще... Сжигание маны немного по-другому стало работать. Давайте еще раз выглядеть точнее. Такой очень быстрый поток. Синий поток. Вроде как даже неплохо. Но выглядит достаточно странно, вынужден признать. Ну и плюс автоатака тоже другая. Выглядит так, как будто... Не знаю, как будто он огненные камни бросает. Такие демонические фаерболы. Огненный плащ вообще достаточно неплох, но странный. То есть это даже не то, чтобы огонь вокруг него. Как будто действительно жар. И способность так и называется. Обжигающий жар. Но выглядит в любом случае любопытно. Не так, как раньше. То есть сама логика способности теперь выглядит немного по-другому. Ну и последний герой это Страж. Раньше она называлась Смотрящая в ночь. Все остальные герои называются так же, как и в старом варианте. То есть в старом переводе. А тут именно Страж. Но это логично, потому что Вардан прям переводится как Страж, а не Смотрящая в ночь. Немного у него переделывали, по сути, все способности. Кроме ультимативной. Выглядит она так же по-старому. То есть используется старая моделька. Она все еще стильная. Но будет она выглядеть более детализированной в новой версии. Веер клинков другой, как видите. Разлетается с другой анимацией. И выглядит это все еще очень красиво и эффектно. Переделали блинг. Немного по-другому выглядит эта анимация. Действительно как скачок такой. Ну и последняя способность Яд. Надо проверить. Яд тоже. Яд так ощущение, что старый на самом деле. Да, Яд скорее однозначно старый. Еще не переделали. Ну не все способности завезли на данный момент. Но веер клинков работает хорошо. И дух возмездия тоже старый. То есть как и мы видим. Не все еще доделали в плане героев. Даже в плане анимации. Но рано или поздно это будет готово. Как я уже сказал, в течение полутора недели все уже завезут. И все будет готово. Теперь по конкретным юнитам. Здесь тоже перемены. Для начала надо сделать улучшение. Я решу сначала показать вам иконки перед тем, как заказывать их. Как вы увидите, все примерно то же самое. Но при этом более детализировано. Что конечно же не может не радовать. Разве что волшебные дракончики. И чудесные дракончики, как они тут называются в новом переводе. И выглядят на иконке совершенно, как какая-то ящерица. Или что в таком духе. Да, кстати. Надо посмотреть, как выглядит герой, который стреляет с сферой. Возможно там тоже измененная анимация. Ну да ладно. Давайте уже заказываем все. Стример читак. Я всегда так говорю. Заказываем все. Ну и теперь давайте проверять. Итак. Друид хищник. Рык у него. Сама анимация, как он... Эта штука разлетается в разные стороны. Очень красивая. А штука над ним. Тут значок рыка. Примерно такой же, как старый. В этом плане ничего не изменилось. Но сама анимация, то как рык разлетается. Действительно очень красивый. Мне он нравится. И вот самое главное заметный. То есть легко обратить внимание. Теперь давайте обратим внимание на лечение омоложения. Как оно называется. Выглядит, знаете, у меня он очень напоминает лечение энчантрас из доты. Кто играет. Да, ребята, тут много дотеров. Не удивляйтесь. Так же выглядит на самом деле. Но мне покажет, что прямо в бою оно будет слабо заметно. В оригинальном Варкрафте оно было как-то более ощутимым. То есть ты смотрел и ты сразу понимал, что с ним происходит. А тут что думать надо. Хотя хрен его знает. Может быть это просто дело привычки. Ну и форма медведя. Может какая-то особенная анимация будет. Да, вокруг него такие вот штуки разлетаются. И немного по-другому выглядит анимация трансформации. Кстати, теперь это единственный юнит, которому переделали название. Ну кроме дракончика. Раньше был волшебный, теперь чудесный. Но теперь тут не друид-медведь, а друид-хищник. Ну не знаю, друид-медведь как-то более понятен. Но это как бы друид of the co-law. Просто прямой перевод. Друид-когтя. Правильнее было до того же друид-когтя перевести. Но это абсолютно не важно на самом деле. Это мелочи. Окей. Огонек. Кстати, тоже его поменяли. Раньше был светлящок, теперь огонек. Потому что уисп. Это один из тех юнитов, какой сообщество просит вернуть все-таки перевод обратно. Потому что светлящок как-то более правильный, чем огонек. Хотя черт его знает. Взрыв его мы переделали. Ну, красивенько. Однозначно. Итак, дриада. Немного у нее переделан сам полет снаряда. Обратите внимание на сам снаряд. То есть, выглядит однозначно по-другому. Чем раньше. Более детализированное копье, как минимум. Охотнице надо подойти к нескольким противникам, чтобы посмотреть, как работает ее глеф. И вот это вот разматывание. Глефомет. Очень детализированная штука, конечно. Тоже. Ну, примерно все то же самое, на самом деле. Рассеивание дриады. Ну, такое же, как и обыкновенное рассеивание нынче. Ну, у охотницы ее оружие тоже стало более заметным. Но ничего такого прям серьезного. Ну, ничего серьезного ожидать не стоит. Сова пока что старая у охотницы. Итак. Таунт или насмешка, или провокация горного великана. Ууу. Очень заметным она стала. В оригинальном варкрафте, наоборот, провокация горного великана. Вообще, трудно обратить на нее внимание. Но здесь, как мы видим, решили сделать ее провокацию эту очень заметной. Да. Однозначно. Химера. Анимация старая. Нет. Нет. Молния новая. Молния новая, однозначно. И еще хочется посмотреть анимацию дыхания. Рассказывай. Но молния такая, да. Новая. И по зданиям. Да. Дыхание тоже новое по зданиям. И видно, что яд. Наездница на гиппогрифов, как она стреляет. Возможно, новые стрелы. Но обратить на это внимание достаточно сложно, как вы понимаете. Ну, однозначно, скорее всего, новое. Разве что, если вот так вот приблизить. Но достаточно детализированные стрелы. Да. Скорее всего, новое. Поторопись. Я готов. Так. Надо просто прокачать мастерство друидом ворона, для того, чтобы поднять кого-то в воздух. Давайте. Никакой толком анимации превращения друида в ворона нету, как, например, у друида-хищника или медведя. Но. Тоже неплохо. Надо посмотреть, как накладывается чердейское пламя. Волшебный огонь. Чердейское пламя, как это круче звучит. Так. Логика примерно такая же, как и раньше. Но, как мы видим, все равно он выглядит более детализированно и красиво. Плюс ветра. Ветра старые. Толком анимации нету. Это однозначно старые ветра. Это будут еще менять. И посмотрим, как работает сфера яда. Сфера яда новая, кстати. Однозначно. Очень детализирована. Похожа на огненную стрелу жрицы. Но при этом на свой лад. То есть, прикрашенная в другой цвет. И с намеком на то, что, видите, это яд. Ну и последний. Это чудесный дракончик. Верещение его в яйцо. Вспышка маны, как называется. Выглядит просто прекрасно. Как можете обратить внимание. И заметить достаточно легко. Что немаловажно. Надо будет подойти к какому-то кастеру. Для того, чтобы заметить, как оно тут работает. Надо будет полететь вот сюда вот. Что мы в ближайшее время и сделаем. В это время надо, кстати, посмотреть, как стреляет друид ворон. Потому что я, наверное, как-то не обращал внимания. Огненный. Жар, конечно, тоже любопытный. Так. Да, ну, явно. Красивая анимация такая, точная. Самой атаки. Так. И давайте героиню тоже подведем. Чтобы она танковала урон. Мой клинок жаждет крови. Тут превращаем. Ну и погнали. Анимация тут тоже новая. Когда враг использует заклинание. За процент маны, которую он использует для этого заклинания. Идет анимация атаки от волшебного дракончика. Как мы видим. Оно новое однозначно. Кстати, баг забавный какой-то. Передвижение и стрелы остаются. Забавно. Да. Пускай добьет его дракончик. Хотя ему не на кого накладывать заклинания. Да ладно. Сова все так же не призываются. То есть, сегодня ты потратишь ванну. Ты вроде как должен ее призвать. Потому что она перезарядка уходит. Но совы просто нет. И она вот так вот не выбирается. Видите? То есть, ее просто не существует в этой игре. Смотрели вроде как все. О-о-о. Баги, смотрите. Если в невидимости стоит юнит, то когда он уходит из невидимости, лечение друида-хищника на него не проходит. Забавно. Вот как-то так. Поверься мне. Рис Whereas Продолжение следует...